Привет, это Дэн, специально для всесоки.ру. И в этом видео я хочу рассказать вам кое-что о дегидрировании. Мы поговорим о том, почему дегидрирование продуктов может принести пользу, а также о каких-то особенностях, на которые следует обратить внимание при выборе дегидратора. Ну и в заключении я покажу вам несколько моделей дегидраторов Escalibur. Но прежде всего, давайте подумаем, а зачем дегидратор нужен в принципе? У меня дома был один дегидратор, который я использовал около месяца, и мне показалось, что он довольно-таки полезен. Что вы можете делать с его помощью? Самое простое, для чего люди используют дегидратор, это сушка овощей, фруктов и так далее. Обычно люди начинают свои эксперименты с сушки яблок, и это первое, что я сделал. Взял сахарные яблоки и приготовил отличные закуски, которые так нравятся моим детям. Я насушил целый пакет, и мы съели его всего за несколько дней, поэтому пришлось сделать еще один. Но в дегидраторе можно сушить не только фрукты и овощи. Я хочу показать вам то, что у нас сейчас находится здесь. Это фруктовая пастила, которую можно сделать самостоятельно. Вы берете фрукты, измельчаете их в блендере, выкладываете тонким слоем получившуюся массу на один из этих листов, сушите, затем сворачиваете их в трубочку и нарезаете. Получается отличная натуральная закуска для вас и ваших детей. Вы можете делать что-то типа домашних крекеров или лепешек. Особенно это актуально для тех, кто придерживается сыроедческой диеты или образа жизни. Температура в этих дегидраторах доходит до 41-42 градусов, и вы можете находиться в этом безопасном диапазоне, чтобы еда оставалась сырой. Здесь у нас высушенные томаты, практически такие же, как и высушенные на солнце. Вот петрушка. Здесь у нас красный перец, который мы высушили и затем измельчили в блендере. И в этом случае вы получаете свои собственные, домашние специи. Здесь у нас много зелени. Кстати, всю эту зелень я утром нарвал в своем саду. Моей жене нравится выращивать зелень, она любит добавлять ее во все блюда. И когда мы купили дегидратор, первое, что она сделала, это начала сушить зелень. Итак, что у нас тут есть? Тимьян, перетрум, шалфей, пустырник, перечная мята и еще много различных видов. Давайте я расскажу вам, почему это полезно. В прошлое воскресенье, кажется, да, три дня назад у моей жены сильно болела голова. И она не принимает лекарства, если этого можно избежать. Она ведет здоровый образ жизни, она веган. И она просто вышла во двор, нарвала вот эту зелень, перетрум. Вот здесь она у нас уже высушенная. Замочила их в воде с лимонной вербеной и календулой. Вот и весь рецепт. Возможно, мы разберем какие-то рецепты позже. И через 30 минут головная боль прошла. Так в чем же плюс наличия дегидратора? Все, о чем я вам говорил, хорошо работает летом, когда растут цветы. Жена может выйти в сад и быстро нарвать необходимые ингредиенты для настойки. Но что делать в холодное время года? Для этого она и собирает цветы летом, сушит их, чтобы можно было использовать их зимой. Что еще? Важная вещь, о которой я хочу упомянуть, и это довольно интересно. Когда я принес домой дегидратор, моя жена сказала, давай сделаем банановые чипсы. Хочу отметить, что те банановые чипсы, которые вы покупаете в магазине, такие хрустящие сладкие чипсы, это не то же самое, что вы получаете с помощью дегидратора. Ну, хотя бы взгляните на их состав. Моя жена была дома и ела наши чипсы, а мои дети пришли из школы с пакетиком чипсов, которые они купили в школе. И жена спросила, зачем вы едите этот мусор? Возьмите лучше это. Я сказал им, взгляните на состав этих чипсов. Их жарили во фритюре, и они пропитаны жиром. Обычно это кокосовое или пальмовое масло, покрытое сахаром. И порция в 40 грамм, а это меньше при горшне, содержит около 15 грамм чистого жира. Возникает ощущение, что просто кто-то хочет убить вас. Это настоящая атака на ваше сердце. А если вы попробуете сделать подобные чипсы в дегидраторе, вы получите совершенно другой продукт. Маленькие коричневые колечки, такие же, как делает моя жена. И это отличные чипсы. Они напоминают банановую пастилу с насыщенным вкусом настоящих бананов. И если вы делаете их тоненькими, они получаются очень неплохо. Итак, дегидратор крайне универсален. Вы можете приготовить еду для домашних животных, вы можете приготовить, только закройте уши, если вы веган или вегетарианец, вяленую говядину. Для меня это вполне неплохая закуска с нормальным содержанием белка и низким процентом жира. Действительно универсальная штука, с помощью которой вы можете приготовить огромное количество блюд. Следующее, о чем я бы хотел поговорить, это то, на что вам нужно обратить внимание, если вы заинтересовались дегидратором. Ведь у них есть свои особенности. Давайте посмотрим. Итак, на что же вам нужно обращать внимание при выборе дегидратора? Существует два типа дегидраторов. Есть базовый тип вертикальных дегидраторов, они составные. На них приятно посмотреть в магазине или в каком-то интернет-дискаунтере, они классно выглядят. Обычно они сделаны из пластика. В таких моделях двигатель, нагревательный блок и вентилятор находятся внизу дегидратора. И воздух идет снизу вверх. Обычно через цилиндр, находящийся посередине, и таким образом тепло распространяется по всему дегидратору. Этот цилиндр чем-то похож на компакт-диск. Эти составные дегидраторы можно расширять. Вы можете добавить поддоны, если это необходимо. В более продвинутых магазинах вы найдете дегидраторы коробочного типа или горизонтальные, как вот эти аппараты Эскалибур. Так что же следует принять во внимание, когда вы смотрите на дегидратор? На самом деле есть всего 3-4 момента, которые действительно важны. Прежде всего, это распределение тепла и воздушных потоков. Это очень важно, чтобы нагрев и распределение воздуха были равномерными. Одна из основных проблем вертикальных дегидраторов – это наличие горячих и холодных участков. Обычно поддоны на дне лучше пригреваются, поэтому вам придется переставлять их местами. Если вы сушите яблоки, то через какое-то время вы обнаруживаете, что яблоки на дне и яблоки в центральной части круга подсушились, в то время как остальные по бокам и наверху дегидраторы все еще сыроватые. У дегидраторов с горизонтальной загрузкой равномерное распределение воздушных потоков. Потому что вот здесь сзади, в сети дегидратора одного типа, располагается нагревательный блок и вентилятор, который выталкивает теплый воздух горизонтально через эти поддоны, которые вы здесь видите. Это сделано для абсолютно равномерного распределения тепла. Воздух циркулирует внутри прибора. Когда я использовал подобные, у меня не было проблем. Яблоки в одном углу и яблоки в другом на нижних поддонах были подсушены в равной степени. Еще один важный момент. Сушить продукты в духовке – это не самая лучшая затея. Ну, прежде всего, в духовке довольно жарко. Вы не можете настроить ее на низкие температуры, и у духовок есть склонность к созданию большой разницы между горячими и холодными участками. А вам нужно тщательно высушивать продукты. Следующий важный параметр у дегидраторов – это удобство использования и функциональность. Например, вы смотрите на один из вертикальных дегидраторов. Как это обычно выглядит? В них вставлено много поддонов, и если вы хотите взять что-то со дна, вы должны снять все поддоны сверху. Это не очень удобно. Вы не можете просто достать что-то снизу или перемешать продукты. С горизонтальными дегидраторами, как этот, вы можете открыть дверцу и получить доступ ко всему, что вам нужно. Это быстро и легко. Это одна из причин, почему подобные машины являются премиум товары. Функциональность. Что я подразумеваю под этим? Можете ли вы поместить в аппарат продукты разного размера? В вертикальных вы ограничены, у вас очень мало пространства, а с этими, даже если у вас есть что-то большое, например, половинка перца, или это могут быть большие цветы. Или вы сушите что-то для проекта, даже изделия из папье-маше. Вы можете вытащить все эти поддоны и оставить только один внизу. Или один внизу и один посередине. У вас сразу появляется больше пространства для работы. Это очень функционально. Ну и последняя особенность, на которую надо обратить внимание, когда вы выбираете дегидратор, это в целом конструкция аппарата. Материал, качество, может быть, какие-то дополнительные особенности. Именно об этом мы сейчас и поговорим. Если вы часто сидите в интернете, я посоветую вам зайти на странички различных фудблогеров. Их очень много. Также вы можете посетить сайты с обзорами. Вы увидите различные дегидраторы и узнаете, какие являются лучшими. И вы все поймете. Вам не обязательно слепо доверять мне, но большая часть сайтов рекомендует Эскалибур. Эскалибур это своего рода Роллс-Ройс среди дегидраторов. У них очень богатая история производства, отличная репутация и высокое качество. Так какие же различия есть у этих моделей? Вы можете взглянуть на них и понять, что они довольно похожи. Они все работают по одному принципу. У вас есть аппарат, у вас есть поддоны внутри. Нагревательный элемент и вентилятор располагаются сзади, равномерно распределяя тепло. Отличные же моменты это емкость, какие-то дополнительные опции и конструкция. Давайте начнем с самой маленькой модели. Эта модель выпускается только в черном цвете и у нее нет таймера. Но она отлично делает свою работу, высушивая яблоки или большую часть у них продуктов. Он маленький. Давайте я его открою. Это аппарат на четыре поддона. Как я уже говорил, он идет только в черном цвете и тут у нас четыре поддона. Дно каждого сделано из силикона, что помогает равномерно распределять теплые потоки. Еще раз, это самая обычная модель. Вы можете выставить свою температуру от 41 до 75 градусов по Цельсию. Еще один приятный момент, все эти дегидраторы работают при температуре 40-41 градусов. Это оптимальный диапазон, если вы готовите сырые продукты. Также эти градусы используются для сушки зелени и тому подобного. Высокие температуры используются для мяса и вяленых продуктов. Средние температуры подойдут для фруктов и овощей. Здесь есть удобная штука, все эти большие машины имеют классные таблички вот здесь. Например, я хочу приготовить зелень. Окей, я должен выставить температуру на 41 градус. Я хочу приготовить йогурт. Хорошо. Выставляю температуру 46 градусов. Если я хочу приготовить что-то вяленое, поставим температуру 68 градусов. Идем дальше, тут у нас модели средних размеров. Они достаточно большие, у вас больше места и здесь есть один дополнительный поддон. Это модели с пятью поддонами. Обе модели имеют таймеры, если вам это важно. Расскажу, почему таймер полезен. В дегидраторе, который стоит у меня дома, я хочу приготовить, например, капустные чипсы. Мы делали их недавно. Я запустил дегидратор в полночь, поскольку я сова. Я разложил капусту, добавил немного масла, специи, чеснок. Размешал все это в миске, разложил в дегидраторе и запустил процесс. Я установил таймер, я не помню точно, по-моему, я установил таймер на 6-7 часов. На следующее утро дегидратор выключился в 6 или 7 часов, и процесс завершился. И моя жена может встать, а она обычно встает в это время, и попробовать свежие, теплые капустные чипсы. Таймер это очень полезная вещь, если вам нужно отлучиться из дома или вы заняты. Давайте вернемся к этим двум моделям. Вот этот аппарат доступен в двух цветах, белый и черный. Также вы можете приобрести эту модель, сделанную из нержавеющей стали. Разница лишь... Это больше косметический момент. Кому-то нравится, как выглядит нержавеющая сталь. У нас тут также поддоны из нержавеющей стали, которые предпочитают те, кто не любит видеть большое количество пластика вокруг себя. Но в этих моделях используется безопасный пластик. Ну и не забывайте, что тут у вас больше объем, ведь есть дополнительный поддон. Ну и наконец мы подходим к самому большому дегидратору, в котором аж 9 поддонов. Он также доступен в белом и черном цвете. Черный выглядит вот так, у него есть прозрачная дверца, поэтому вам не нужно открывать ее и переживать, что выходит тепло каждый раз, когда вы хотите что-то проверить. У модели в белом цвете не прозрачная пластиковая дверца, а у модели из нержавеющей стали дверца выполнена из стали. Эта модель также доступна с таймером и без него. Ну и по большому счету эти модели функционально идентичны. Разница преимущественна лишь в объеме и в том, есть у модели таймер или нет. Ну и еще несколько моментов, которые вам следует знать. Вот несколько дополнений, которые я хочу вам показать. Это называется листы парафлекс. Они бывают двух видов. Это стандартный парафлекс, который вы можете использовать. Он выглядит как очень толстая бумага хорошего качества для выпечки. Он служит для того, чтобы капли не падали на дно, если вы используете очень влажные продукты. А может вы делаете крекеры или фруктовую пастилу, и вам нужно что-то подложить на поддон. Вы кладете его сюда, и он отлично ложится на поддон. Также, если вы используете много фруктовой пастилы или крекеров, я рекомендую вам использовать ультра. Это парафлекс ультра, он несколько тяжелее и плотнее, и с этим листом вы можете приготовить свою фруктовую пастилу или крекеры. Вы можете смешивать различные ингредиенты или готовить что-то типа пасты или подобной субстанции. Для этого просто растяните лист на поддоне по углам, и он полностью заполнит поверхность. Он смоделирован идеально под размеры поддона. Ну, и когда продукты приготовятся, вы сможете нарезать вашу фруктовую пастилу или крекеры, да что угодно. Эти аксессуары вы можете приобрести дополнительно, и это здорово. Собственно, это и был поверхностный обзор на различные модели дегидраторов Эскалибур. Скоро мы увидимся вновь. Как вы могли заметить, дегидратор это больше, чем просто аппарат для сушки яблок или фруктов. Он более универсален. В будущем мы хотим подготовить для вас ролики с видеорецептами, где покажем различные хитрости при работе с дегидратором, а не только базовый функционал. Мы сделаем это в скором времени, так что заходите на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и напоследок, я бы хотел поблагодарить вас за просмотр этого видео.